МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Национальный совет Западной Армении, суд над молодотурками и Версальский договор. Наш долг не забывать о геноциде против армян. Министр обороны Кипра. Правительство Арцаха окажет финансовую помощь русской и греческой общинам. Совет Европы. Турция является лидером по количеству арестованных журналистов. Правительство Сирии приступило к реализации плана по обеспечению жильем. Бюджет на раскопке тигра на Керту увеличился на 8 миллионов травм. В Джавахке регулярно делаются провокации и интриги, направленные на обострение межэтнических отношений и отвлечение негрузин от их национальных и гражданских проблем. Это вовсе не способствует созданию гармоничной атмосферы в стране и нормальному развитию страны. Такие сценарии разрабатываются специальными силами. Национальный совет Западной Армении глубоко обеспокоен аналогичными проявлениями и призывает компетентные органы к трезвости. Третьи силы неоднократно проводили митинги в Тбилиси с незаконным требованием демонтировать эту статью. Суть претензий заключается в том, что преступник, убивавший азербайджанцев, не может иметь статью в стране, где также проживают азербайджанцы. Это относится недавно к воздвигнутому памятнику в селе Бугашен достойному сыну армянского народа Микаэлу Авакьяну. Последний был членом разведывательного подразделения Мэгри, разведчиком, который сражался на поле битвы, а не против гражданского населения. Азербайджанцы распространяют клевету на Микаэла Авакьяна, чтобы тот воевал против грузин в Абхазии. Но он не мог быть в Абхазии и сражаться против грузин в батальоне. Баграмян, так как он участвовал в военных операциях, в других районах, которые не имели никакого отношения к грузинам. Этот вопрос немеренно политизирует определенные силы. Турецко-азербайджанская экспансия в Грузии не вытекает из интересов ни страны, ни армян. Проблема заключается в том, что для того, чтобы получить какую-то выгоду, мутные и разрушительные силы хотят посеять вражду, чтобы расколоть многонациональное грузинское общество. Кажется, здесь есть определенные геополитические интересы. Это вызвало гнев и негодование всех армян, потому что требования коварны и незаконны. Установка статуи не направлена против азербайджанцев. Армяне всегда хотели иметь нормальные добрососедские отношения со всеми соседями, но наша борьба справедлива и имеет тенденцию защищать наши законные права и нашу родину. Государственное телевидение Западной Армении представляет суд над младотурками и Версальский договор. Статья начинается 16 декабря 1918 года о создании комиссии для расследования и судебного преследования обстоятельств массовых убийств армян и участия Османской империи в войне и выявления ответственных лиц. Будет представлена секретная телеграмма, официальные документы, начало процесса и ход работ. Также расскажем о начале Версальской мирной конференции 100 лет назад, этапы конференции и его результаты. Стоит отметить, что материалы уникальны и ранее не были систематически представлены. Полная версия материала доступна на армянском и французском языках, на нашем веб-сайте и скоро будет доступна на английском языке также. Кипр и Армения оба пострадали от действий Турции. Об этом заявил министр обороны Кипра Савас Ангеллидис на совместной пресс-конференции с министром обороны Армении Давидом Тунуяном 12 февраля в Ереване. Наш долг не забывать, что произошло с армянами и осуждаем геноцид. Кипр – первая европейская страна, признавшая геноцид армян в 1982 году. 2 февраля 2015 года Палата представителей Кипра приняла закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида, отметил министр. По его словам, на встрече с армянским коллегой обсуждались вопросы региональной безопасности. «Считаем, что Средиземноморье в районе Кипра должно превратиться в регион стабильности и мира», заявил министр, поблагодарив Армению за позицию в кипрском вопросе. Впервые в этом году из бюджета для национальных и религиозных меньшинств выделено около 5 миллионов драмов. Об этом на вчерашней приз-конференции заявил министр культуры по делам молодежи и туризма Арцаха Лернику Ганесян, добавив, что будет оказана помощь русским и греческим общинам в Арцахе. Правительство уже составляет программу мероприятия этого года. «В этом году мы поддержим греческую общину, чтобы у нее был офис, и они могли участвовать в мероприятиях», отметил Лернику Ганесян. В опубликованном Советом Европы докладе о свободе СМИ говорится, что Турция является лидером по числу арестованных журналистов во всем мире. Согласно отчету Совета Европы, в государствах-членах арестовано 130 журналистов, 110 из которых находятся в Турции. После объявления чрезвычайного положения в Турции более 200 журналистов были арестованы и заключены в тюрьму за их взгляды. В отчете про Турцию говорится, несмотря на то, что чрезвычайное положение в Турции было отменено в июле 2018 года, самые задержанные в мире журналисты находятся в Турции. С точки зрения свободы слова и прессы он входит в десятку лучших в мире. В докладе также затрагивается иск журналистов Джум Хуриет и отмечается, что эти судебные процессы указывают на то, что верховенство закона в Турции полностью рухнуло. В Сирии набирают обороты госпрограммы по обеспечению жителей страны доступным жильем. Стоит отметить, что действовала она и до войны, а сейчас правительство возобновило проект, призванный в кратчайшие сроки решить жилищный вопрос. По указанию президента Сирии Башара Асада, план по расселению молодых семей прорабатывается во всех провинциях страны. Сирийскую Арабскую Республику застроят новыми пятиэтажными домами с квартирами площадью от 60 до 80 квадратных метров. Первоначальный взнос за покупку квартиры составит примерно 500 тысяч сирийских фунтов, около 1000 долларов. А ежемесячная выплата при заключении договора ипотеки на срок до 25 лет не превысит 25 тысяч сирийских фунтов, примерно 50 долларов, сообщает в главстроя Сирии. Сумма, выделенная на раскопки в Тигры-на-Керчи в 2019 году, увеличилась на 8 миллионов драмов. Об этом заявил министр культуры по делам молодежи и туризма Арцаха Лерникова-Несян в интервью Арцахпресс и добавил, что раскопки будут проводиться в разных частях площадки, которые будут определены руководителем археологической экспедиции. Касаясь работ, выполненных в пещере, Карин, министр отметил, что в прошлом году там были интересные находки. В этом году при поддержке меценатов работы будут продолжены. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Товмаса Пабусяна. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!